Ученые-физики в шоке. Самозапит возможен. Мужик буквально в гараже сделал вечный двигатель. А еще в России и Украине пытаются сделать генератор РОЖ. И уже есть первые рабочие прототипы. И уже совсем скоро они могут заработать. Для тех, кто не помнит, это работает на подъеме пузырьков воздуха, которые поднимают емкости и, соответственно, крутят генератор. И получается своеобразный вечный двигатель. Но физики всегда утверждают, что это невозможно и это не может работать. Но я думаю, что это все же может работать при правильной установке. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. Обязательно делитесь этим видео, чтобы никто из физиков не смог скрыть подобные технологии, которые пытаются скрывать от народа. А мы, друзья, начинаем. С вас лайк, с меня видео. Поехали! Мужик буквально в гараже сделал вечный двигатель. Он взял мотор от стиральной машинки, подключил его к аккумулятору и запустил от этого мотора два генератора, сделанных из моторов гироскутера. И при этом заряд батареи не падает. Вы посмотрите, ученые физики просто в шоке. Физики говорят, что такое просто невозможно. Но мы-то знаем, что бывают вот такие парадоксы, с помощью которых будущее может измениться к лучшему. Когда будет изобретен вечный двигатель. А полное видео вы можете посмотреть на моем Дзен-канале. Ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и распространяйте это видео, чтобы как можно больше людей увидело, что подобные технологии все же существуют. Ребята, всем привет. Извиняюсь за долгое отсутствие. Были кое-какие причины. Ну, в общем, так, халява нас так и не покидает. Вот, решил, как бы подумал, подумал. Решил замутить вот такую фигню. Так, в качестве эксперимента. В общем, получается у нас два мотор-колеса от гироскутера и двигатель стиральной машины. Все это подключено к аккумулятору автомобильному. Добавил венкастей. Тут 13 тысяч микрофарад. Вот, в общем, получилось, что сначала была просадка, пока вот это все раскручивалось и все остальное. Ну, думаю, как бы халяву, наверное, опять не прокатит. Но потом получился такой эффект, что где-то минуты через две, через три, после того, как он продолжал работать, то есть вот он сейчас крутится, вращается на малых оборотах, то есть там 12 вольт. С вот этих двух колес гироскутера через два диодных моста автомобильных все это в кучу и на аккумулятор. И, как видите, вот напряжение сначала упало до 12, 1,7, теперь уже 1,80, то есть 1,8 и 3, то есть постепенно оно растет. То есть получается 12, вот 83 там, и оно постепенно растет, потом сейчас будет выше, 8,84. Вот, при этом мотор не греется, масло это уже, наверное, минут 30-40, вообще ледяное. То есть задумка какая? Понятно, что сейчас, если там нагрузить там лампочку, все это провалится, все остальное. Но, как бы, худо-бедно, но аккумулятор он заряжается. Естественно, вот еще подумать надо, повысить чуть-чуть обороты на стиралке, но это не проблема. Вот. И сделать что-нибудь, вот уже 8,4 поднимается, то есть он работает сам на себя и заряжает же аккумулятор. С этого же аккумулятора, что питается, сам себя же заряжает. Вот. Задумка какая? То есть поставить два аккумулятора, автомобильный, неважно, через реле и контроль заряда сделать при определенном напряжении, чтобы он отключался, переключался на нагрузку, а второй вставал на заряд. То есть чтобы маслал и туда, и сюда. То есть один в работе, один заряжается. Как у этого просаживается, один переключается в работу, второй на зарядку. Как бы вот так вот. Ну, пока вроде все устраивает. Обычный мотор-колеса. Вот. Двигатель крутится спокойно, не напрягаясь. Как бы не греется, ничего. Вот, уже 85. То есть постепенно, постепенно оно поднимается. Будет, наверное, продолжение. Я увеличу обороты. И уже будем экспериментировать с двумя аккумуляторами и системой переключения. Ну и, наверное, поставлю бесперебойники, упсы. Есть у меня два упса. Какой-нибудь помощнее выберу. И какую-нибудь уже нагрузку будем питаться. И в процессе, чтобы один заряжался, один разряжался. Ну, в смысле, один заряжался, со второго убрали питание. То есть преобразовывать их 220 вольт. Ну, как бы вот так вот. И думаю, наверное, уже 86. Думаю, емкость надо еще добавить. Потому что я без емкости. Он как бы берет, но очень-очень долго. Вот эта сглажившая емкость. Ну, здесь как бы 13 тысяч у меня. Миккратфорад. Вот эти тысячи до 30 хотя бы поднять. Мне кажется, будет лучше. А теперь посмотрим на генератор рож, который делают два умельца Дениса. Смотрим видео. Так, пацаны, здорово всем. Отторбанил очередную рабочую смену сегодня. Но, по крайней мере, в принципе, закончил. Ну, можно сказать, по всем мелочам, по всем сваркам. Все-все-все, все, что там надо было доделать, доделал. Все, что надо было доварить, доварил. Получился у нас вот такой каркас на колесах. Одну цепь уже повесил. Вторую цепь там, я еще когда сделали цепи, там чуть-чуть протонул. Надо будет саму цепь чуть-чуть переделать. Повешу вторую цепь. Ну, так в целом уже установочка наша готова. Установочка готова к подъему, перевороту и к дальнейшему монтажу поплавков. На следующих выходных мы займусь ямой. Буду компоновать там съезд этот. Короче, чтобы можно было туда заехать и поставить ее вертикально. Если честно, я еще не знаю, как ее буду ставить. Она очень тяжелая, очень тяжелая. Благо она сейчас на колесах, я ее сейчас хоть катать могу. А, допустим, если надо ее просто перевернуть, на бок положить, это жопа-жопашная. Спину надо оборвать вообще раз-два. Ну, так в целом, короче, такая красота. Единственное, к чему я пришел. Вот тут мы собирались ставить наш тензодатчик между двумя звездами. И в последний момент я понял, что его не получится здесь поставить, потому что здесь вот, где моя левая рука, по сути, здесь будет вода. Это все будет в воде крутиться. И, соответственно, какой там тензодатчик, он там не выживет просто. Поэтому отсюда с большой звезды мы просто выведем цепью на наше тормозное устройство, крутящий момент. А на тормозном устройстве, как раз Денис его до конца не собрал, и у меня будет возможность на тормозном устройстве скомпоновать сразу и датчик, тензодатчик, чтобы он сразу там уже у нас и мерил. В сухости, скажем так, не вводим. Ну, а так в целом, уже, как говорится, уже что-то виднеется. Конечно, еще вон куча поплавков, куча всего-всего-всего. Настройка, компоновка. Ну, по крайней мере, уже какой-то этап работы очевиден. А теперь давайте посмотрим на установку РОЖ мощностью 500 и 100 киловатт, работающую в Таиланде. Привет, меня зовут Ронни Корсберг, генеральный директор и основатель Китыч. Сегодня мы стоим перед действующей электростанцией мощностью 100 киловатт, поставляющей энергию в микросеть в этом районе. Здесь у нас работает электростанция мощностью 500 киловатт, которая поставляет и производит энергию в сеть. Эта электростанция работает с ноября 2020 года, так что в течение всего периода ковид эта станция производила электроэнергию. И теперь она поставляет электроэнергию в основную сеть Таиланда. Это технология будущего, и это технология, которую мы сейчас начинаем предоставлять потребителям. Вот у вас есть 100 киловатт. производящих электроэнергию ночью и днем 24 часа в сутки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...